А вы, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем мы нашу тимирийскую кампанию на легенде во втором риме. Итак, в прошлой серии мы тут с вами поиграли, значит, со стэком понтов кошки-мышки. Вынудили мы его всё-таки атаковать фасис и уничтожили его. Также перешёл я в наступление, взял трапезунт, ну и уже вне серии завершил ход, там, начал изучать технологии. Тоже уже вне серии у меня было, значит, начал изучать на Трофилософию, чтобы нам библиотеки третьего уровня, или как там правильно их называют, где они у меня есть вообще. Да, ликей уже построить, чтобы мы побыстрее всё изучали. Ну и также смотрю, сосредотачиваются постепенно товарищи армяне на моих границах, в двух местах вот они уже стоят. Вот, видимо, не нравится им совсем то, что мы тут воюем с понтом, и не знаю, что им там не нравится. Ну, короче говоря, морды у них красные, дружить они с нами не хотят. Поэтому давайте, наверное, потихонечку готовиться. Так, трапезунского мечника я, наверное, распущу. Просил меня Сергей Иванов там собрать некоторые стэки из оригинальных, как говорится, юнитов. Поэтому, наверное, попробуем. Вот, кемерийские тяжёлые лучники, по-моему, это из... как его? Из игры, то есть не из мода, поэтому мы их, наверное, с вами наберём. Также надо набрать гоплитов ещё до кучи. И всяких там кони луков, ещё кого-нибудь, кстати, одного. Берём, возьмём кони лука, наверное. Вот так вот. У меня почему-то там три кони лука, три лука. Забыл, короче, точный состав, который он у меня просил, потом я ещё посмотрю. Дополню, если что. Так, ну пускай здесь пока нанимаются, значит, у нас бойцы. Давайте отправим нашу разведку. Тут уже смотрю, флот бантийцев к нам подползает, по чуть-чуть помаленьку. Там у них ещё, по-моему, стэк где-то ползал. А вот где он, пока я что-то не вижу. Не появляются, значит. В дипломатии нам там, как обычно, ловить особо нечего. Торговать с нами никто не хочет. Воюем только с понтом. Они вроде бы как... И хотят мира, а вроде бы как бы и не хотят. Но я точно не хочу. Поэтому не буду я с ними мириться. Потом надо будет, наверное, ещё Радахан, наверное, шатнуть. Если с Арменией эту тёрки не начнутся. И полностью уже Кавказ под себя отжать. Так, ну и пока вроде бы у нас всё. Денег у меня нету. В политике, кстати, как там дела? Надо посмотреть. Минус 21. Ёжики зелёные. А, у них же скопытился этот... Один из политиков, или у меня скопытился, или у них, по-моему, скопытился. И что-то прям совсем всё печально пошло. Блин, фигула. Вот мне сейчас, как говорится, гражданская война совсем ни к чему. В Армении как бы проблемы. Но пока до открытого конфликта не дошло. Так же проблемы у нас с понтом. Прям вообще, как говорится, не до войны, не до гражданской. Так, и что-то придумать-то? Давайте я тогда, наверное, всё-таки что-нибудь отменю. На время. И попытаюсь их тут как-нибудь замерить, так сказать. Так, ну минус 11 уже неплохо. Ну вот тогда на остатки кого-нибудь найму. Нет, не этого. Вот этих отрядик ещё мне хватит. С доходом, конечно, печаль, беда. Надо будет потом в Несирии всё-таки ещё пробежаться, посмотреть, с кем тут можно поторговать. А вось кто и захочет. По строительству у меня вроде бы сильно-то отстраивать пока нечего. Потому что можно было построить. Я уже почти построил. Так, ну и давайте сдадим ход. Посмотрим, что будет делать Армения. И какие движухи будут делать понт. У них тут, кстати, такой серьёзный флот. Один из кораблей. Правда, не знаю, кто у него там. Ладно, вперёд. Так, понтийцы идут в нашу сторону. Такими там соглядатыми своими. Короче, все идут, кому не лень. Так, заключён союз Галатия и Египет. Вот, строительство у нас тут завершено. О, селегки до вшатали. И отчёт по хозяйственной части. Итого у меня ещё две с лишним тысячи. Чё у них за флот-то хоть? Так, где я с греческим огнём? Вся фигня. У меня наёмные есть. В принципе, есть, если что. Можно будет использовать. Ну и выжидаем тогда, пока не трогаем ни понт, ни Армению. Надо да наняться. Так, ещё одного кони лука беру. Так, жалко, у меня тут, по-моему, нету этих самых наёма для баллистов. Мне бы они вот как пригодились. Я, наверное, вот в эту армию их возьму. У меня здесь есть. И потом притащу сюда. Так, берём гоплитов ещё сюда. На целого одного хватает. А с деньгами, конечно, не густо. И чё здесь-то у нас? И с вами делать, ребята. Можно, конечно, будет наёмников потом взять и попытаться шатать их в лот. Ну, давайте тогда ещё ходик подождём. Так, мадам. Так, тут у нас чё, кстати? Тоже понтийские земли. А, ну-ка, сбегай. Так, тут чисто. Здесь ведёт он не до стек в нашу сторону. И здесь мне пока особо-то не двинуться. Печаль, как говорится, беда. Ладно, ещё ходик. Так, флотом он атаковать передумал. Ну, агентов я сильно-то не боюсь, конечно. Армения вот воюет вроде бы с Ардаханом, а, блин, держит два стека на моих границах. Какого-либо, непонятно. Ардахан всё предлагает то, договоренно о падении, то ещё какую-нибудь фигню. Что мне, в принципе, не совсем-то и нужно от них. Кстати, надо сюда сановницу перебросить, наверное. Так, повышение ранга герой. Так, тут у нас как с греческой культурой? Уже нормально? Насадили? Вроде насадили. Давай. Она, кстати, ещё и не работала. Нифига себе. Давай-ка сюда. Ты уже будешь культуру, как говорится, насаживать. Не решился, значит, он своим флотом меня атаковать всё-таки. 1900 денег у меня. Так. Давай, газ до отказа, значит. Ломись пока сюда. Здесь продолжаем набор. Так, лучников нанял. Так, вот тут ещё надо бы взять до полного счастья. Надо гоплитов нанять. Два, три. Так, шесть гоплитов. Ещё у меня тут конницу можно будет понанимать, я не знаю. Так, два отряда. Ну да, конницу можно взять будет. Каких-нибудь... Ну, мечников, топорников, наверное, брать не... Хотя вот юноши топорников можно взять. Тоже не знаю, есть ли смысл. Оставим крючок пока как есть, там дальше посмотрим. Надеюсь, ничего я не перепутаю. Ух ты! Ничего нет, вот кони луков-то. Ну, пускай атакует, в принципе, если вот эту армию атакует, я даже не против буду совсем. Так, здесь, 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 здесь. Пусть вкачать давай по даромникам. Пока стоит. Понтийцы. Поднабрали наёмников. Атаковали бы они меня, я бы только забыл. Так, ну и давайте ещё разок вперёд. Так, начинается. Непонятные движухи с сановниками. Или кто у них там волхвы? Ну-ка, пальни ему в башню с баллисты. Не, не пальнул, жалко. Лот отошёл обратно. Два стека. Понтийца подошло. Грядёт у нас, похоже, серьёзная битва с вами, ребята. Или они уже настолько Звездю Лена получали, что не хотят идти в атаку. Так, естественная смерть Храм Зевса. Неудачная попытка. Так, чё там у нас, кстати? Ноль. Магнат. А, ну тут уже поинтереснее, да? Жизнь не будет у нас гражданки. И с доходом, конечно, печаль, беда. Так. Давай, беги сюда. Значит, отдавай баллисты. Лучников хватает. Отдавай. Гоплитов своих. И того, чё у меня здесь. 17 отрядов. Так, а если я найму ещё конницу. Отряда так, три. Так-то, пизунская. Ладно, не буду я её брать тогда. Будет этот у меня оригинальный стек, вроде бы. А, ну всё равно не будет оригинальный. У меня тут командующий неоригинальный. Ну, ладно, хрен его. Пускай хотя бы. Командующий неоригинальный будет. Возьмём ещё три коня. И, по сути, всё. Этот стек готов у меня. Так, а ты отходишь назад тогда. Так, надеюсь, по деньгам я не сильно просяду. Как у меня по порядку, кстати? По порядку так себе. Надо копить деньги, грубо говоря. И отстраиваться. Так, женить своего сына я пока не могу. 560 нет, надо будет. Но это на следующий ход получится. Так, ну и давайте посмотрим. Пойдут вот эти пацаны в атаку, не пойдут? Я тут пока я у них пищу немножко потырю. Надеюсь, они не сильно против будут. Не у них там всё равно её дофига. Ну, агент это всё равно как бы подкачать надо. Так. Становница дошла. Чё-то я про неё совсем забыл. Так, вот они. Вот они идут. Идут. Так, одним стеком только идут. Всё одним-то. Так, наглые пираты, жертва преследования. Чё там ещё случилось? Исследование в завершенном. Повышение ранга. Тайный агент раскрыт. Родился ребёнок. Чё у меня? Внуки у Базилиевса уже появились? Да, нормально. Как звать ты его? Геннадий. О, Генка. Так. 560 монет. Почему женить не могу? Чё, не хватает что ли? Ух ты. С деньгами напряг. Кому не издели деньги, походу. Так, чё за войска-то там у тебя? Куча пикинеров, понтийские мечники. Столков, короче, не активнее у него, да? Так, ну качаем нашего Базилиевса. Да, куча уже. Чё ему ещё вкачать-то, не знаю. Давай, наверное, авторитета. Так, по изучению. Так, изучил её, получается. Легкие идти, чё нам даёт? Академия. Коррупцию. Так, а постройке есть чё интересное? Постройки понятны. Тут. Доходы, доходы, доходы военки. Пока так оставим. Давайте мы, наверное, с вами экономику немножко пройдём. Так, ну и думаю, надо этот стек встретить. Раз они сюда пришли. Чё показывают? Показывают, что мы в любом случае затащим, но повоевать, я думаю, стоит. Так что поехали и встретимся на поле боя. Итак, выпала сухая погода, давайте начинать. Так, мы тут как-то, можно сказать, немножко в низинке стоим. Не очень-то мне это нравится, если честно. Блин, прям вот жопа. А не расположение, конечно. Ну ладно. Давайте перестроимся, посмотрим, как тут лучше встать. Товарищи, гоплиты, значит. Далее. Тушь сильного растянулись вот так вот. Кранина. Фланги. Закрывай. Конные лучники сейчас пойдут троллить вражину. Так, в печатках. Так. Прощак. Проходики у нас будет накидывать. вот так вот режим обороны поставить так ну это пока давай вот здесь стой мечи в резерв главного в резерв так баллисты 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 как вас лучше поставить хотела не так стой как там дойдут будем расстреливать всяких пикинеров так ну и все вроде как тут так поехали давай вперед выходи сюда там у них чё по кавалерии один отряд надо бы его выманить на себя постараться наш главный там чет материться так тут перестроились вот этих сразу попытаться затролить такая глава куда там пошел непонятно так по кому огонь по кому огонь желательно конечно по пикинерам всяким разным день у них тут пикинеры новобранцы вот например ловите здесь кто пикинеры тоже тоже ловите давай огонь как на ток контролить все это дело так ротика вот кого-то пальнули не факт что попали да им кстати достается если чё выходи бой куда он там собрался это капотокийская конница так там тишина пока давай встречай и давай в обход так стоим враща уже накидывает мои стоят вроде бы давай в тыл так тут сошлись коса на камень так вы стреляете сюда полин дохрена выделил народу обходи так здесь как дела так мячик давай сюда отряд 5 сюда 5 сюда там заруба идет гена чистой живи так тут вот кого-то порубили даже обходи восточные копейщики но это не так страшно на самом деле контри выходи давай накидывает уже расстреливай давай по главному здесь продолжается заруба непонятная иди сюда и помогай ты сюда и в обход так а моя конница пока что всасывает если чё это страны да и стоит уже не все радужно обходи обходи давай в тыляку давай-ка в ближний бой попробуем сгонять а то поджали меня туда серьезно причем так расстрелять от этих засранцев надо вперед подходи живем 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 надеюсь так проща накидывает по своим и по чужим конечно делать нечего придется так начальник ладошевика пацанов тяну счетов давай сюда так конные лучники отошли как связывая боем и сюда ты сюда генерал разберись к с ними с поля боя какой позор тут нас смяли все таки твою мать твою же мать а полет прощаться гребаная отошла давай в атаку давай в атаку обходи расстреливай давайте сюда бой вроде бы складывается неплохо для нас пока с этой стороны а вот здесь проблемы конечно расстреливай стреляй меткий выстрел так гениал ты сейчас ставится из движения рачники огонь когда неужели в этом капотокику перерубили данный не в жизни поверю давай в атаку давай сюда и выползай сюда генерал помоги здесь так ладно баллисты отстрелялись уже наши бегут с поля боя стреливая в кучу туда мой позор заходи и сюда заходи луки вроде что-то настреливают на плиты клин ходи да все таки бомжовые у них эти юниты не зря маловато прохождение языки мерия то что сами они не особо так хорошо сражаются видите то безумские мечники до сих пор стоят гоплитов уже перебили кирчатовой бабушки вот поэтому наверное не сильно много прохождений также как например за адреское царство то что там блять тоже крупно говоря не денег не юнитов нормальных из-за этого тоже скорее всего мало прохождений перестраивайся давай в толпу накидывай бойцов воодушевляй сам сюда конец а в атаку пока там пацаны еще держатся расстрелять расстрелять это куда ты пошел сюда давай тоже грубо говоря если тащиться стрелками это чисто кайтовая тактика такая да огонь ты ж твою мать у расстреляли вроде бы расстреливаем правда у меня уже гоплиты там отлетают да ну у них то тут тоже как бы не все в шоколаде нормально кавалерия перестраивайся как безумский меч давай сюда генерал давай руби здесь потому что у нас живой вперед вперед связывая был вот этого года в атаку не вижу правда кого-то своим толком но все равно в атаку лупи по генералу лупи паки пики каких-то мало у нас уже нету снарядов почти давайте тоже толпу тогда генерал живи надеюсь выживешь то что все как-то печальненько складывается расстреливать главного так мы начинают они по чуть-чуть помаленьку бежать только накинь туда камушками своими уж они тут больно что-то зарубились генералом нашим так конец и за назад на генерала и сюда все складывается в нашу пользу до складываются на какую цену и блин раз если на меня меня не нападут мало мне не покажется расстрелять его уже любая ушли пока не хочет никак умирать генерал вперед вот этих расстрелять по набрал тут понимаешь пикинеров и стоит по душе бегут с поля боя любая конница отойди ты сука нет будем стоять в упор тыкаться в пикинеров и пошлими конечно чужие еще делать до стреляет его уже так надо вот этих короче отвести однозначно наши бегут с поля боя какой позор вот это тебе легкий личная победа муж я конечно чуна тупил но все-таки пики у них свое дело делает надо короче лучников нанимать вместо прыщи мало читать не толку хотя бы толку наверно как раз от нее больше чем от многих других да ну жесткая битва ладно завершаем и встретимся уже на карте компании так ну все всех поймал всех добил слил всех трапезунских мечей слил тех гоплитов короче все пошло ребят по жопе можно сказать так ну раз такая пьянка пошла вариантов то у меня по сути немного могу ли от этой армии двинуться в район трапезун да да в принципе могу давай шевелись и в таком случае остаешься прикрывать вот это поселение так здесь от меня мало что осталось надо отправлять короче всю эту грядку на переформирование будет до дела ладно отходи назад стой пока там там нас хоть чё пока гарнизону ладно хоть гарнизон более-менее живой более-менее нормальный так здесь пока нас ну могут принципе атаковать также поменю не забываем которые тут тоже здоровенная куча 1800 денег войск нифига ладно ходе к сдаем сейчас поглядим кто пойдет шатать нашего базилиуса если кто пойдет конечно не у них только агенты пока действует вот опять у них двинулся ну давай войска отходят частично так неудачная попытка подкупает хорошо это и сказал даже замечательно повышение рынка идите в баню сголбали так полина ускоренном не отойдешь да ты у меня давай хотя бы так отходи пока так занимая оборону в тапе зонде оборонительной своей грядкой не знаю если смысл что я набрал тут кучу вот этих вот гоплитов которых в принципе там у стек это было пикинеров немало что неудивительно что у них перетыкали так 4 гоплита я думаю нам теперь хватит больше я не буду собирать так и мне бы знаете чё надо гоплит это это конечно все хорошо но мне надо вот эту вот херню в обязательном порядке а теперь бери гоплитов на сколько хватит потому что что даст нам эта штуковина по моему неплохие войска скифских гоплитов правда не знаю какие лучше наверное скифские все таки получше обычного будут у них там ближний бой 30 блин тут на и мне показываться сравнить бы у этих ближний бой 34 дохрена ну в чем то лучше в чем то хуже конечно ну не сказал бы шушь прям эти скифские гоплиты прямо мба и боя также трапезунские тяжелые топорники у нас будут а это кто такие трапезунские копейщики ветераны вот это вот тоже интересные товарищи это трапезунские легкие всадники что у них там такого интересного бонус при натиске 69 больше наверное по натиску ребят ладно бог с ними так строительство начали так что у нас тут случилось адрисское царство афины афины долматы новая особенность фракция уничтожена долматы даорсы тоже уничтожено объявлена война масса силы сиракузы там у ребят свои как говорится движухи идут так давайте кстати пробежимся посмотрим а вдруг кто торговать захочет например вот от русской лиги начать не знаю все так же да никто торговать не хочет нам бы денег конечно так очистила кузова все там делают вопрос а тут тогда кто а тут римляне везде дим смотрите кстати захватил африку надо тут них массилия на них давида похоже возможно греки там по работе от рим так ну тут пока ничего такого интересного кирина и как чё у нас с ними как дела а мы торгуем с египтом нормально все кипром торгуем с родосом торгуем с к носом торгуем афины не хотят рим 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 не очень хорошо ко мне относится это русские я уже пробовал сирокузы тоже по моему не очень хорошо ко мне относились рафаген торгую не тралин ну и здесь короче говоря тоже пока ловить особо нечего да да печалька в дипломатии конечно так в политике зато как дела в политике сойдет хотел я еще вот этого блин женить все никак не доходит у меня до него руки ну надеюсь как-нибудь я им займусь так тут наем у меня пока что идет здесь я значит оборону если что занял а тут что у него кстати за грядка стоит не ясно да а ну подойди поближе да не надо диверсию просто подойди говорю а примерно такой же состав как у него был до этого то есть пикинеры понтийские мечники гаплиты бородатые бойцы ну и всякие стрелковые отряды разные весело живем кстати армения свалила с моих границ не там чё все-таки начали войну с этим сардаханом что ли или как у них там дела обстоят непонятно еще разок ход сдадим так кто качнулся где качнулся и зачем понял так на похищение пищи как обычно пойдет ли понтийцы пойдут ли они вперед нет они вперед не идут они предлагают нам мир даже принципе денег грин мы тебе дадим целых 500 монет только давай уже не будем воевать и ты же не нифига ну у меня в блокаду взял получается и пошел атакой значит большим количеством флотом и немало до конец у него ну что ж ладно ребят тогда эту битву мы уже проведем с вами в следующей серии на этом я буду с вами прощаться всем спасибо кто подошел кто там что нибудь нажал кто нибудь что нибудь там написал не забывайте подписываться на канал ну и всем вам удачи и всем пока пока